Эти неприятные, печальные, к сожалению, знакомые для многих кадры вполне могут сгодиться в качестве учебного пособия. Причем не только для детей, но и их родителей. Виновниками таких происшествий становятся и водители, и пешеходы. Причем как первые, так и вторые постоянно куда-то спешат и не находят времени, чтобы убедиться в безопасности. А этот пункт четко прописан в правилах дорожного движения. Как знают правила второклассники, сегодня проверили инспекторы ГИБДД. Показали, рассказали, объяснили. От теории перешли к практике. Нет машинок? Мы идем тогда до середины проезжей части. Заходим до середины, потом мы куда смотрим? Направо. Машинка остановилась, да? Мы подождали. Остановилась. Мы пошли дальше. Рядом с 8-й гимназией есть 4 пешеходных перехода. На двух светофоры, на других их нет. Этот по улице Конституции СССР самый большой и тоже не регулируется. Но есть все необходимые знаки и разметка. Их обновили после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в Краснодарском крае в этом году. До 2024 года на ремонт дорог Сочи ежегодно будет получать по 830 миллионов рублей. В этом году обновят почти 85 километров. И главная задача не только улучшить качество, но и сократить число аварийно-опасных участков. За счет установки светофоров, ограждений и других мероприятий планируется вдвое сократить количество ДТП. Также результатом нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза. В рамках этого национального проекта, безусловно, включайте превентивные меры, которые мы в результате работы провели. То есть мы добавили знаки «пешеходный переход», особенно возле школьных и дошкольных учреждений. Провели еще ряд целых мероприятий, чтобы пешеходные переходы были наиболее безопасны. Речь идет о таких приподнятых пешеходных переходах, напоминающих так называемых «лежачих полицейских», только более широких. Их, как правило, устанавливают на опасных участках, где чаще всего происходит ДТП с участием пешеходов. С начала года в Сочи пострадали 128 человек, из них 23 погибли. К сожалению, в городе Сочи есть тенденция к небольшому росту дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, как и взрослых, так и детей. Количество ДТП в процентном соотношении где-то 37% ДТП у нас происходит с нагородными гражданами. И также где-то 35-36% ДТП у нас с несовершеннолетними, которые прибыли к нам из других регионов. Сокращать показатели помогает и профилактика. На посту МАГРИ сотрудники ГИБДД регулярно раздают листовки водителям и объясняют правила дорожного движения. Выезжают также в детские сады и школы. Сегодня свои знания закрепили ученики 2-го Д, 8-й гимназии. И в качестве подтверждения каждый получил грамоту.